Товарищи, состоялся, может меня поздравить, состоялся внеочередной съезд, спрашивают, почему внеочередной, да потому что был межрегиональный профсоюз, буквально съезд был в феврале месяце, и вот прошло, соответственно, 6 месяцев, и наш профсоюз стал общероссийским. Поэтому пришлось вызывать съезд, чтобы оформить бумаги, потому что на съезде принимаются решения, чтобы переименовать из межрегионального в общероссийский. Это стало возможным за счет того, что у нас добавилось, соответственно, 36 первичек, и теперь мы представляем больше половины регионов. То есть за 6 месяцев у нас сформировалось 36 первичек. Это очень большая цифра, это вообще мощно. Все понимаем, да, есть конфедерация труда России, но в конфедерации труда России до этого времени не было ни одного общероссийского профсоюза, и в ближайшее время, скорее всего, не будет. То есть мы, в принципе, одномоментно стартовали с университетской солидарностью, с профсоюзом «Учитель», но вот они застопорились, движения никакого нет, наш же профсоюз растет. Но думаю, что влияние нашей партии на профсоюз в том числе очень велико, потому что появилось понимание, ну, за счет освещения того, что происходит в профсоюзе, освещение идет в основном силами, ну, моими силами, плюс непосредственно председатель профсоюза Коновала, и вот это информационное освещение того, что есть, то есть мы не прячемся совершенно, мы показываем, что мы делаем, как мы делаем, и какие из-за этого конкретные результаты это принесло плоды. Сейчас у нас совершенно уникальный случай, это первое, это то, что профсоюз впервые в России стал, вот есть профсоюз теперь общероссийский, который поднялся с низов. То есть именно люди сами организовались на местах и объединились вот в такой профсоюз, и он растет и ширится. Ну, говорю, это первый уникальный случай, второй уникальный случай, это то, что у нас сейчас сформировались такие организации, то есть первички, например, первичка в Пензе, она сейчас, в ней находится 1029 человек. Это, да, это позволяет сейчас они, вот сейчас сформировалась группа, которая им помогает составить коллективный договор, и с этим коллективным договором они в ближайшее время подадут заявку администрации, что готовы вступить в коллективные договоры по защите проекта коллективного договора. Сейчас мы его конкретно сейчас составляем. За основу взяли мой коллективный договор, дополнение идет из Визинги, там уже защищали коллективный договор, но в составе ЕПОР. Но вот сейчас, видите, они сами могут представлять свой коллектив, то есть больше половины членов скорой помощи города Пенза есть в этом профсоюзе. Каждый день они принимают от 5 до 10 человек, то есть как бы профсоюз растет и растет. Сейчас единственный стопор глобального увеличения профсоюза, это то, что люди попытались выйти из обычного профсоюза, и сейчас им поставили там шлагбаум, который ничего не значит, но их даже вот эта ерунда стопорит, потому что не знают, о чем делать. Вот сейчас написали заявление, вернее объяснили им, как выйти обычный, ну как просто выйти из профсоюза, вот этого ФНПРовского. Вот это второй уникальный случай. И мы вот это решение приняли, то есть в Москву приехало, приехало, соответственно, 82 делегата из разных регионов. И, ну, постановили, мы стали общероссийским. Так как это событие неординарное, то два дня это было очень много приглашенных гостей, то есть приехали из различных международных профсоюзных организаций, все нас поздравляли и хотели, чтобы мы вступили в их организации. Затем перед нами выступали, естественно, депутаты и говорили, чтобы мы вступали в их в том числе партии, что они нас поддержат и тому подобное. И именно большинство участников хотело, чтобы с ними и даже на этом съезде, то есть съезд не подразумевал формат учебы, но все-таки они приехали, для многих это новое дело, хотели именно какой-то учебы. И по большому счету учеба шла конкретно от меня, то есть я понимал, что людям... И мне удалось ставить небольшие свои выступления, я их поставил именно как учебу. С собой я взял партийную почту, как бы эти... Почту сказал газеты, да. Как бы там большое спасибо каналу москвичам, организовали съемку, и непосредственно в съемке будет такой момент, когда я раздаю газеты, это просто разрыв, у меня просто единственное, что меня там не разорвали, когда раздавал печать. Чем наша печать хороша, там просто все конкретно, то есть там вот я взял газеты непосредственно, ну, на ЦК был, соответственно, взял газеты, интервью Ковалева, объяснил, что такое, где в газетах посмотреть о стоимости рабочей силы, материалы. Вот такие вот классные вещи. Я говорю, вот берите там, РКР про... Ну, про... как сказать... Ну, сообщил о том, что есть такое мероприятие, обязательно приезжайте, обязательно смотрите, обязательно учитесь. Вот, это мы организовались. Затем мне профсоюз поручил такое, так как было очень много... Очень много к подготовке этого мероприятия, и основные силы именно организаторов... Организаторов у нас в профсоюзе очень мало, там буквально три человека, а профсоюз уже на тысячи пошел, то есть у нас сейчас, если в начале года было 700 человек, то сейчас уже больше трех тысяч по всем регионам, то, соответственно, объем работы растет, все равно организовывать надо. И вот у нас сложилась такая ситуация, я это... ну, знаете, что есть такой психиатр Шишлов, его уже посадили, он сейчас отбывает срок. Вот. И была задача поставлена конкретно передо мной, чтобы, ну, в принципе, я и напросился, потому что, чтобы был такой опыт распространения, ну, как бы, какой-то информации, вот конкретно этой, чтобы это было продвинуть на общероссийский уровень. И, в принципе, небольшой группе, то есть я ее возглавлял, и астраханские товарищи, которые на месте работали, но они как-то топтались на месте, но главное, что они там были, и они взяли на себя то, что я им говорил, делать. И вот мы эту задачу решили. Мы за... буквально за три недели вот эту узкую региональную проблему распространили на всю Россию. То есть, если до этого говорили об этом, ну, как бы, ну, есть-то какая-то проблема и тому подобное, сейчас за эту информацию схватили все издания. То есть уже эту информацию напечатали аргументы и факты, коммерсанты, и непосредственно на телеканалах на местных это уже показывали, и сейчас вышли на общероссийские каналы, то есть непосредственно вторая, вторая, второй канал будет в ближайшее время показывать именно эту проблему. То есть непосредственно... Правда, передача не очень хорошая, это Малахов. Но даже вот это для нас, это очень важно, потому что, если совсем недавно это было в тени, непосредственно, в принципе, первый материал от меня пошел восьмого числа. День его времени? Восьмого сентября. А че? Все, то вот, ну, как, короче, конкретно у меня уже есть опыт в виде профсоюза распространять информацию, и я думаю, для нашей партии это будет очень ценно, вот, например, даже для крановщиков, это я уже понимаю, как это работать, и как это распространять. Ну, сбили, ладно. В общем, поздравляйте меня. Очень просто. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросы? А нет? Выступающие на все? Вопросы можно? А чем межрегиональные отличаются от общероссийского? Там это количество какие-то отличия? Отличия очень простые. Межрегиональные – это когда до половины регионов, а общероссийские – когда больше половины регионов. Соответственно, разные планомощи. Межрегиональные – это почти ничего нет. А общероссийские – мы можем уже выступать как с законодательными инициативами в плане участия в трехсторонних комиссиях, например, по отраслевому соглашению. То есть, если до этого это был только ФНПР-овский профсоюз, то теперь мы можем носить предложение и участвовать в этих трехсторонних комиссиях. Ну, не только. То есть, в плане законодательных инициатив у нас появилась такая вот возможность. С кем хочет, кто-то. Снова сигнал и мгновенье на сборы Снова в дорогу, а отдых потом Все светофоры открыты для скорой Пчится машина с красным крестом